Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня 19 апреля, суббота. Хотелось бы поздравить вас с наступающим праздником Пасхи. И поздравить себя с тем, что на канале уже сотня подписчиков. Спасибо вам большое за то, что смотрите. Пускай эта цифра не такая большая, пускай не столько людей, сколько хотелось бы, но тем не менее. В принципе прирост идёт, хоть не очень большой, но идёт, и я этому рад. Мне просто нравится этим заниматься, несмотря на то, что довольно всё так медленно. Мне нравится это дело, нравится играть в игры, и нравится периодически читать ваше мнение. Пускай не у всех оно адекватное, пускай не у всех оно, как бы это сказать, гуманное что ли. Ну да и не важно. Ладно, давайте-ка поговорим немножко о деятельности на канале. Что ж, Fallout New Vegas. Прохождение закончилось, оно было великолепным, мне всё понравилось, но, к сожалению, популярности оно не набрало. Ну да и ладно. Значит, прохождение Fallout 3 и дополнение к Fallout New Vegas будут отложены на неопределённое время. The Wolf'em'u'n'as. Третий эпизод. Это просто что-то с чем-то. На самом деле игра затягивает всё более и более. Очень жду теперь четвёртого эпизода. Игра получилась на славу, столько различных моментов, ну, вообще. В принципе, смотрите прохождение, тогда вы поймёте о чём я. По-прежнему будут выкладываться ролики по The Wolf'em'u'n'as в режиме марафона, то есть всё в один день. И, что ж, ждём четвёртого эпизода. Следующий, Скорим. Как видите, я начал проходить мод к Скориму Undead, то есть нежить. Я его уже записал, и до конца, я думаю, следующей недели, то есть до числа 20-го, выйдут все эпизоды, я там немножко исправился, потому что предыдущее своё прохождение этого мода я заборол. Тут я, как приличный человек, пройду его полностью. Так, теперь немножко по новостям. Сегодня должен был выйти Dark Souls 2. Но его чё-то перенесли. В Steam'е по-прежнему пишут, что игра будет доступна 25-го. Ну, хрен его знает. Чё-то перенесли. Не знаю почему. Надеюсь, в конце этого месяца оно всё-таки выйдет. Расстраивают они меня, расстраивают. Так уже хочется поиграть, уже смотрю эти ролики. Уже даже не сдерживаюсь. Смотрю ролики, смотрю прохождение Dark Souls'а, смотрю PvP-ролики 2-го. И просто хочется уже поиграть. А они всё отсрачивают и отсрачивают. Что ж, ладно, будем ждать пиратов, раз уже такое дело. Ну чё, рано или поздно оно выйдет. Игра уже готова, а там порт это не особо сложная вещь. Даже если они действительно сделают его таким кривым, как было в первой части. Ну что ж, не будем думать о плохом. Давайте немножко о хорошем. Скоро будет наступать такой этап в игровой индустрии, что выйдет очень и очень много новинок игровых, которых уже ждали многие лета. Ну что ж, будем всё-таки ожидать этого момента. И надеяться на то, что выйдет всё-таки что-то хорошее. Посмотрел также у своего друга, поиграл порядка 2-3 часов в Diablo 3 Reaper of Souls. Хорошее дополнение, между прочим. Это добавляющее какой-то... Не помню, какой там акт. Есть и три акта. Не помню. Я небольшой фанат Diablo 2. Вторая мне нравилась в своё время, но как-то уже давно-давно-давно забыто. И сейчас даже не хочется на неё смотреть. В Diablo 3 я немножечко поиграл со времён выхода. И то, потому что я её не покупал, а мне подарили гостевой ключик. Я там повозился 10 дней. Ну, было неплохо. А вот покупать её что-то как-то не хочется. Сейчас много ресурсов, в которых описывается, как можно поиграть. Такие Diablo по сети с друганом... Ну, не знаю. Посмотрим. Может, и сделаем какой-то коопчик по Diablo 3, но... не знаю. Reaper of Soul. Прекрасное дополнение. Стоящие игры. То есть, Diablo это такая типичная игра от Blizzard. То есть, очень хорошо проработана, очень хорошо оптимизирована. Куча деталей. Великолепный лор. И игра просто... Ну, достойна своих создателей, на самом деле. Теперь же поговорим о Tessau опять. Он таки релизнулся. Люди, которые уже покупали и коллекционные издания, и... простые версии. То есть, чем отличается коллекционное издание от обычной версии? Во-первых, в обычной версии у нас нет расы имперцев. Во-вторых, вы не получите кольцо Мары, уникального питомца, там, лошадь. Ну, как стандартный маунт, сразу же он дается. И... что там еще? А, и статуэтки, которые вы получаете в комплекте с коллекционными изданиями игры. Все же остальное, тот же самый контент, все то же самое. Тессо, еще он во время беты, меня не очень впечатлило. Но игра была хорошая и крайне... Крайне лагучая. Потому что там было огромное количество багов, херовая оптимизация. И... Ну, я не помню, чтобы это исправили, вот даже в последнем, в последней бете. Люди по-прежнему жалуются, но уже поменьше, потому что все-таки вы это говно купили. Теперь будьте добры, его защищайте. И многие так и делают. Но... Тессо за такую цену, тем более меня, это вообще не манит. И раз уже я вернулся к теме Тамриэля, то... Хочется еще какие-то дополнения большие к Скайриму поиграть. Показать вам еще хотелось бы глобальные моды. Ну, пока как-то времени на них особо нету. И запариваться в них не очень-то хочется. Потому что близко я, в принципе, был знаком только с двумя глобальными модами. Это... Первый это был... Фростфолл. А второй это был Рекви. Ну, по Рекви я, в принципе, могу сделать ролик. Но это будет чуть-чуть попозже. Потом есть еще прекрасный мод на Скайрим, который еще, в принципе, не доведен до ума. Хотя сюжетную кампанию уже можно пройти. Это Скайвин. Это Морровинд, сделанный на движке Скайрим. То есть, Графоний завезли. В принципе, перенесенные локации, сюжетная кампания и города, локации, NPC, квесты. Правда, ну, это все делают ребята-любители. Но качество довольно-таки высокое. И работа, проведенная над этим, всем подкупает. Также есть еще мод Sky Oblivion. Но это вообще как-то не то. Я видел, конечно, проекты и ту работу, которую они проделали. Но это не так интересно, потому что в Oblivion по-прежнему можно играть. Там не такая ужасная графика, чтобы прям переносить его на движок в Скайрим. Ну и в последнее время, знаете, как-то на Скайрим смотрится не особо с великолепием. Даже вот недавно ставил High Resolution текстур пак, выкручивал настройки и как-то не то. Знаете, последние игры, которые я играл, что-то как-то не манит уже так. Как графика, как с момента выхода Скайрим. Глаз уже немножко попривык и замечаются все эти угловатости. Там, углы, решетки, кривые тени. Ну, тем не менее, графика там довольно-таки хорошая. И сейчас вообще такое время, что плохой графики пускают либо вообще на очень-очень маленькие проекты, либо просто, чтобы срубить бабла. Живым примером являются почти все, да что там почти все, все игры по фильму. То есть, такого типа. Все остальные игрушки делаются с хорошим графоном, уже на хороших движках. Да даже инди-проекты периодически попадаются такие, что, ого-го, могут дать фору полномасштабным, многобюджетным проектам. То есть, автора гении есть. И можно, в принципе, будет как-то взяться за инди-проекты, но пока времени нет. Даже не знаю, что я буду проходить. В принципе, можете оставлять свои идеи. Но пока буду ждать. Буду ждать таких проектов, как The Wolf EmuNas, буду ждать Dark Souls, хотя я не знаю, буду ли я его проходить, но взгляд на него я сделаю 100%. И буду ждать чего-то связанного со Skyrim, каких-то новых, возможно, игрушек. Посмотрим. Просто посмотрим. Просто работы, в принципе, полно. И в городе я частенько не бываю. Ну, то есть, как город. Просто возле компьютера, да. Типа видео я пилить могу только за своим компьютером. Только он мне позволяет всё это сделать. На должном уровне. Я вот сейчас даже смотрю, прошло порядка года, даже, возможно, больше, с момента, как я выпустил свой первый ролик на Ютубе. И знаете ли, качество моих роликов действительно переросло. В бешеный прирост. И я уж сам замечаю, те ошибки, то множество ошибок, которые я допускал тогда. Это ужасно. Многие нельзя вообще было выпускать на канал. Но, тем не менее, они есть. Да какой год? Уже два. Вот я даже сейчас смотрю. Первый ролик, это по Skyrim. Там у меня были трейлеры. Потом первый ролик, это Skyrim. Первая серия. Господи, и сути, два года назад. Это что-то с чем-то, честно говоря. Что ж, давайте-ка уже подходить к финалу нашего подкаста. Что, говорить о политике, в принципе, нету смысла. Просто моя работа нынче тесно связана с этим всем делом. Поэтому не хочется ничего из этого обсуждать. Все равно долбоебам, которые сейчас сидят и спорят в комментариях, под роликами местных диванных аналитиков. Кстати, прикольное слово. Так вот, эти люди, которым, в принципе, ничего не доказать, которые насмотрелись ящикой, не понимают, в принципе, ни хера в жизни. Может, что-то и понимают, но, блин, верить тупо тому, что показывают по телевизору, блядь, доказывать свое мнение коим-то образом. Мы, вообще-то, в 21 веке живем, а не, блядь. Короче, о чем тут говорить? Школьники, там уже мочу про этих усосов недобитых. Так, блин, понятно, понесло меня. Надо будет ставить теперь ограничения, потому что монтировать это я не хочу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok